елка искусственная я отсюда вижу я так переживаю когда это не надо так за все переживать вот я переживаю мне жалко думаю росли бы эти елочки дыры а вот молодцы искусственного какая зеленая она говорила тра-та-та-та-та-та когда мы не на даче мы ходим по магазинам какая блескучая платье какое какие платья идем дальше на третьем этаже в сумме нашим бресткам навигатор хорошая фирма цены тут сразу говорю 260 где-то где-то 150 долларов мне такое иначе похоже как я мерял вчера 964 100 может натурально но мне она не нравится даже за 100 долларов я сколько долларов 500 500 долларов нам такой иначе не на а вам никто не дает 261 пальтишко симпатичная конечно игре все на любителя надо каждому человеку нравится что-то свое и он представляет себя в этом или не представляет я просто не знаю куда в таком наряде эти и под эту вот на дети вот тут шапочки шапочки ушаночки кепочки навигатор хорошая фирма я знаю не было куртка этого производителя 260 рублей но учитывая зарплаты белорусские это это дорого 260 ну что вам понравилось смотрю если честно ничего иди ты посмотри может еще найдешь я вот уже нашел вот вот это рыжая точно одела будут эту шутку и красиво было что ты тут нашла всем привет как всегда вышли прогуляться наши стане фантазии не увенчались успехом мы неправильно думали видите что это просто рекламный обычный щит с новым годом с одной стороны снеговика с другое елка вот мы положили туда подарки куда туда туда вот вовнутрь да и раздавали хорошо хорошо придумали ну вот может дед мороз там будет снегурчике на новый год елка елка напротив нашего дома во дворе школы луна светит елку да нам видно в окно всем добрый вечер здравствуйте еще раз возвращаясь к теме начатой сегодня утром когда у нас был поход в частный магазин где продают ламинат несколько фактов свершившиеся уже назовем их так что мы узнали в частном магазине что первое что у них продается ламинат немецкого как говорится происхождение родом чистый чистый немец сделано в германии допустим фирмы эгер не в россии сделано чисто чисто немецкий ламинат сказали что только у нас вы его можете приобрести второе положение которое мы вынесли от частника то есть плюс который можно приобрести только у них это то что остатки ламината можно отдать возвратить им и они возьмут его по той же цене по которой к примеру купили мы все остатки они забирают прошел день и мы решили с татьяной сходить в магазин палас который расположен у нас городе бресте на улице кирова кирова дата метров заходим разговорил я разговорился я с консультантом молодой человек четко внятно все объяснил оказывается ламинат производства германии чистая так называемая германия продается во всех магазинах торгующих данной продукции то есть ламинат в том числе и в магазине палас стоит он уже не 35 рублей как в утреннем нашем магазине а всего лишь 24 рубля разница в среднем 10 рублей вот смотрите просто арифметика далеко ходить не надо комната у нас в среднем если брать немножко с запасом 20 квадратных метров с каждого метра по 5 долларов 20 на 5 100 долларов как не бывало называется за что просто за то что магазин рядышком и он частный ну магазин палас от нас не так далеко в общем то доставка точно также бесплатная и точно также остатки ламината они берут назад принимают только с одним условием деньги они не возвращают надо брать какую-либо продукцию ну к примеру сразу плинтуса можно не покупать если у тебя большой остаток ламината и ты неправильно посчитал высчитал то можно возвратить и на эту сумму купить те же плинтуса или купить рулон обоев мы уже посмотрели на кухню стоит 15 рублей обои на флизелиновой основе они хорошо моются можно и покрасить при желании но нет это никто делать не будет это так конечно шутка но шутка с долей правды вот такие вкратце вечерние новости всем пока если кому-то может быть наша информация пригодится то очень даже хорошо мы люди живые люди надо делиться друг с другом какими-то советами помогать друг другу потому что один понимает так другой понимает и так что еще сегодня я решил для себя важное решил я мастера не искать по укладке ламината думаю так куплю я уровень себе мой на даче пришел в негодность я покупал такой недорогой бюджетный даже можно сказать дешевый вариант куплю уровень получше он мне пригодится и на даче и дома подлиннее вымеряю где на полах в комнате есть какие-то подъемы и где самый высокий назовем его так угол оттуда начну плясать и буду стараться уложить его сам куплю подложку все как надо потихоньку будем двигать мебель так что решение принято я думаю она будет верным и правильным уж если печку я выровнял а печка ой-ой-ой какая была я честно не верил что у меня что-то получится с этим тем более делалось это первый раз то думаю с полами я справлюсь чего и вам желаю преодолеть все трудности все невзгоды все преграды будет все хорошо всем пока еще раз всем до свидания до скорой встречи заходите на наш канал будем дружить